Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создатели славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. А кто и что творил в современной истории Украины, вы узнаете в нашей многосерийке. Таблетки для памяти прямо сейчас! 24 мая 2001 года Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона о всеукраинском референдуме. С 19 предложений Леонида Кучмы профильный комитет учел 12. За проголосовало 279 депутатов. Таким образом, на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. Он может проводиться в условиях военного или чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его отмены, а также в течение одного года после проведения всеукраинского референдума. В этот день, в 2003 году, Украина дебютировала на 48-м конкурсе Евровидения, который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней «Аста лависта» занял 14-е место, а еще в этот день впервые в статусе премьер-министра Виктор Янукович приехал во Львов, где заявил «Я с вами партнер и стою поруч». В 2009 году депутат Анатолий Гриценко предложил проверять государственных чиновников, провоцируя их взятками. Через 10 лет, будучи кандидатом в президенты, он обещал то же самое. Так что тут непонятно, эксперимент так и не удался, или Анатолий Гриценко вместе со своим протеже Шабуниным еще не до конца протесил это ноу-хау. В 2012 году эпической дракой в сессионном зале закончилась попытка депутатов от коалиции только рассмотреть законопроект об основах государственной языковой политики. Законопроект фактически вводит второй государственный язык в ряде регионов. Депутаты от оппозиции и коалиции собрались возле трибуны, в результате завязалась драка. Бютовца Николая Петрука избили до крови. Спикер Владимир Литвин объявил сессию закрытой. Взлость депутатов также можно понять. Они в этот день приняли закон о запрете курения в общественных местах. Речь идет не только о табачных изделиях, но и об электронных сигаретах и кальянах. Так что ставлю сотку, что в драке за мову участвовали и нардепы, которые просто долго не ходили на перекур. Кстати, кто заметил, как Пярубий уже тогда зубами держался за кресло спикера, ставьте лайк. В 2014 году журналист Сергей Лещенко заявил, что нардеп от партии регионов Анна Герман была в свое время завербована КГБ. Лещенко сослался на информатора британского журналиста Аскольда Крушельского. Герман назвал это клеветой и пообещал осудиться. Как сейчас уважительно относятся к Сергею Лещенко и его деятельности, вы можете прочитать в наших статьях на сайте Шаринет. Ссылочка в описании. Сегодня вместо пожеланий мы решили закончить крылатой фразой Дмитрия Медведева. Украинцам в Крыму. Просто денег нет. Найдем деньги, сделаем это и сад. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok